Выпущенный недавно Пентагоном служебный меморандум, некоторые моменты которого уже просочились в прессу, заставляет лишний раз задуматься о том, что мощь и несокрушимость армии США являются, мягко говоря, несколько преувеличенными. Об этом же, кстати, свидетельствуют и конкретные события, явно имеющие самое прямое отношение к появлению данного документа. Посвящен меморандум, подписанный министром обороны США Джеймсом Мэттисом, боеготовности военно-воздушных сил американской армии. Вернее, основной их ударной силы, истребителей-бомбардировщиков F-16, F-18, F-22 и F-35. Увы, согласно актуальных данных военного ведомства, на сегодняшний день к выполнению реальных боевых задач готов, по самым оптимистическим подсчетам, 71% этих боевых машин. Как-то не очень обнадеживает, не правда ли? При этом глава военного ведомства прямо указывает, состояние ВВС срочно должно быть улучшено ввиду потенциальной войны с Россией или Китаем. Надо сказать, что ставя задачи своим подчиненным, шеф Пентагона явно трезво оценивает имеющиеся реалии, прекрасным достижением он будет считать увеличение количества способных хотя бы взлететь и сесть истребителей аж на 15%. В идеале, в строю должны быть 80% крылатых защитников Америки, причем на достижение этого эпохального прорыва военный министр отмеряет целый год. При этом Мэттис совершенно недвусмысленно указывает на то, что запланированные мероприятия по подъему превратившейся в небоеспособный хлам авиации влетят в копеечку и сожрут немалую часть нынешнего военного бюджета США в семистах с лишним миллиардов долларов. Подобная обеспокоенность и судорожные попытки выправить аховое положение вполне закономерны, как стало известно, эксплуатация новейшего F-35 уже приостановлена не только в самих США, но и, к примеру, в Израиле. Во всяком случае, командующий в воскресенье Цахало генерал-майор Амико Мноркин такой приказ отдал немедленно, узнав о решении американцев. Причина — аварии истребителя F-35B в Южной Каролине, в районе Грейс-Хилл. Разработанный для морской пехоты США самолет с вертикальной посадкой и сокращенной длиной взлета, грохнулся оземь, предположительно, из-за отказа топливной системы. Во всяком случае, в апреле нынешнего года именно из-за проблем с таковой пилоту пришлось срочно сажать борт аналогичной модификации на базе морпехов в Северной Каролине. Особо неприятной деталью инцидента является то, что первый боевой вылет F-35, с которым в США возится вот уже 12 лет. Наконец-то состоялся 27 сентября, в Афганистане, где сверхновый и сверхдорога-истребитель, вроде бы отработал по местным талибам. И вот буквально же на следующий день, облом в Грейс-Хилл. F-35 и так неоднократно подвергался совершенно зубодробительной критике, сводящейся в основном к утверждению, овчинка-вычинки не стоит. Машину, чья стоимость оценивается в сотню миллионов долларов и признана самой высокой ценой самолета в истории боевой авиации, прямо обвиняют в низкой боевой эффективности и надежности. И кажется слова скептиков находят свое подтверждение. Происходящее, помимо всего прочего, крепко бьет по планам породивший это чудо техники корпорации Локхит Мартин. Ее представители уже заявили о планах продать по всему Перу в ближайшие десятилетия не менее 3000 F-35 различных модификаций, на сегодня их существует три. 141 истребитель из этого количества удалось впарить родному военному ведомству, правда, ощутимо подвинувшись в цене. Контракт был подписан в аккурат перед аварией. Нехорошо как-то получилось. Турцию, между прочим, в свое время Вашингтон пытался шантажировать как раз именно поставками этих же самолетов, выбирайте, или С-400, или F-35. Можно только попытаться представить себе злорадное хихиканье Эрдогана, остановившего свой выбор на русских ракетных комплексах. Впрочем, вроде бы старыми и проверенными американскими боевыми самолетами дело тоже обстоят не лучшим образом. Рванувший 11 октября в Бельгии на авиабазе военно-воздушных сил флоренный истребитель-бомбардировщик F-16 Fighting Falcon, тому подтверждение. Стоявшую на открытой платформе машину, на которой проводились регламентные работы, разнесло в куски, еще один истребитель получил повреждение, взрывом контузило обслуживавших самолет-техников. Причины инцидента пока не установлены. Обвинить во всем русских шпионов и диверсантов из ГРУ флегматичные бельгийцы еще не додумались, зато в стране уже вовсю костерят американские истребители, поставленные в страну лет 20-30 назад, называя их устаревшими негодными железяками. Сегодня США, как признают американские же военные специалисты, расплачивается за планомерное урезание собственного военного бюджета и пренебрежение к развитию собственной армии. Но прежде всего, за собственное невероятное самомнение и презрительно-высокомерное отношение к потенциальному противнику. Считая себя на протяжении десятилетий единственной реальной военной силой на Земле, американцы умудрились не заметить стремительного развития армии России и Китая. Их вооруженные силы годами не участвовали ни в одном военном конфликте со сколько-нибудь сопоставимым по силе врагом, а самые свои убедительные победы Америка одерживала в голливудских блокбастерах и компьютерных стрелялках. И сегодня Пентагон продолжает твердить о подготовке к потенциальным войнам, не желая отказываться от присвоенной непонятно, по какому праву роли мирового жандарма. Реальностью же является то, что соревнование с нашей страной в военной сфере Америка уже проиграло.